Первое послание Иоанна, которое напоминает мне лично своим вдохновением, местописание, которое для меня лично убедительное вдохновение для меня в это время. Первое послание Иоанна, 2 глава, 18 стих. «Впрочем, на вас помазание от Бога, и все вы сами знаете истину». Когда мы говорим, особенно в последнее время, очень часто мы слышим слово «помазание», «помазание», «у какое помазанное служение», или «не было помазания», или «где-то оно ушло, приблизилось, сбежало, где-то его закрыли», «возможно, там где-то заховали», все-таки, знаете, Иоанн открывает в этом послании, в первом послании своем слова, которые меня лично вдохновляют. Далее Иоанн пишет о том, о чем говорят уже на протяжении, наверное, двух тысяч лет, после воскресения Ишуа. Смотрите, как это актуально на сегодняшний день. Слова, которые я буду зачитывать, они актуальны на сегодняшний день. Это не должно вообще нас пугать. Об этом Иоанн говорит 2000 лет тому назад. И вот дальше. «Дети мои, ныне последнее время». 2000 лет назад он сказал, что это последнее время. Я задумался, ну как это так? Для него, может быть, последнее время, а как это касается нас? И посмотрите, вы слышали, что придет Антихрист. Вы слышали, что придет один. А тут он говорит, а вот пришли. И начинает множество в том числе. И один из них из Востока. Многие Антихристы. И мы понимаем, настало последнее время. У нас последнее время чуть ли не два года уже. Я написал вам не потому, что не знаете вы истину, но потому, что как раз, что вы ее знаете. Ведомо вам то, что всякая ложь не от истины. Многим людям, кто небезразлично отнесся к нашей ситуации, хочу сказать спасибо. Мы очень благодарны. Благодарны за ваши молитвы и поддержку. За поддержку нас, нашей семьи, связанной со смертью Эфи. Давид и Хана очень благодарны всем вам за множество молитв и положительную поддержку. И самое главное в их словах, которые они вам передают, это не только благодарность, но и просят, чтобы те, кто возможно чувствовали, что Эфи выздоровеет. Многие к нам подходили, и когда мы в молитвах говорили, я вижу, я чувствую, что Эфи выздоровеет, будет откровением для многих, будет свидетельствовать о славе Божьей, повлиять на многих людей. Это будет удивительный ребенок. Давид и Иоанна, говорят, они просят, чтобы не расстраивались. Держаться Бога, не сомневаться в Его совершенной воле, не огорчаться, если ваши пророчества не сбылись. Совершилось намного больше, чем мы с вами ожидали, чем я ожидал. Ее жизнь соединила в молитву сотни людей, множество, может, до тысячи людей, которые постоянно молились за нее, были в цепочке за нее. Ее смерть стала светом для многих, и для нашей семьи тоже. Я знаю, что вы посмотрели уже на сайте и само прощание с Эфи в церкви Gateway, предоставили центральное собрание, и там примерно было около четырехсот человек. Послание Давида к Ханне очень было сильным, очень было прямым. И, конечно же, нам сложно смотреть на фотографии с улыбающей Эфи и не имея слез и эмоций. Для меня сложно. Но Писание говорит об этих вещах тоже. Самый короткий стих, помните, в Писании, он заплакал. В Иоанна 11, глава 35 стих Ишуа заплакал о своем друге, о том, кто его принимал и угощал. Он заплакал так, как это было время скорби тех людей, кто знал Лазаря и горячего сестер. Так что для нас невозможно не плакать со своими детьми. Невозможно просто отключить краник слез и двигаться дальше, как будто ничего больше не произошло. Но это время следующего этапа для нашей жизни. И мы учимся жить местами из Писания, которое говорит, всему свое время. И каждый может взять то отрывок, который Соломон говорит, сеять, пахать, раскидывать камни войне и миру и так далее, смерти, жизни и радоваться или плакать. Но я точно знаю, что для нас лично с Татьяной нужно свежее помазание для этого времени, для событий, в которых мы живем. хочу надеяться, что и это для вас тоже актуально. Свежее помазание для этого времени. Я так и назвал послание «Свежее помазание для этого времени». Когда люди говорят о помазании, что это очень важная тема, когда люди повторяют о том, что это помазание может сделать, вообще о помазании, я осознаю, что то помазание, которое мы с вами имеем, не заслуженное. Мы ничем не заслужили его. Это та благодать и милость Божия, которая открылась для нас и внутри нас находится через Ишуа Мессию, который умер и воскрес для нашего оправдания. И чтобы это помазание действовало в нашей христианской жизни. В моем случае это помазание способно меня менять, поддержать и укрепить в моем Господе в то время, когда мы проходим эти непростые ситуации в нашей семье. Хочу дальше продолжить это первопослание Иоанна 2 глава с 24 по 28 стих. «А что касается вас, то помазание, которое вы от него получили, живет в вас, и потому нет нужды, чтобы кто-нибудь учил. Само его помазание учит вас всему, оно истинно, и в нем нет лжи. Так живите в нем, как он вас научил». Я хочу почитать украинскую мову. Тут много, чтобы читать, «А что вы почули?» «Тепер люби дите». Не просто вы, спасенные, приобретенные. Он через апостола, Бог говорит, «Вы возлюбленные». «Тепер люби дите, залишайтеся в Христі, в Месії, чтобы, когда Он появится, мы могли бы быть уверены и не засоромлены в Нем, когда Он прийдет. Но тот особенный дар, который вы отдержали от Христа, с вами лишается. Вам не нужна что-то, кто учил вас, а натомість Дух, который вы были помазаны от Него, навчает вас усього. И помните, что Дух истины, а не хибный. Лишайте себя в Месії, как Он и учил вас. Это написал я вам про тех, кто пытается обдурить вас. Вот что Господь обещал вам. Вечное життя. Отож, усе то, что чули вы от самого початку, мае лишитесь с вами. И якщо вам лишается то, что вы чули от початку, то и вы лишаетесь в Сыне и в Отце. Нет ничего важнее, друзья, нет ничего важнее в теле Мессии в этот последний час, чем быть наполненным Словом Божиим и исполняться Духом Святым. Нет ничего больше для тела Мессии важнее, чем это. Потому что все оно проходящее. Любовь Божия остается вечно и пребывающий в Боге, пребывает в Его любви. Аминь? Нам нужно Слово Божье в наших сердцах. И помазание Божье в нашей жизни, чтобы мы могли преуспевать во всем, как преуспевает моя душа, преуспевать во всем то, что Бог предоставил для нас. И только следуя за Божьим помазанием, Новозаветным планом, исполнением Его призвания, мы можем быть оснащены, чтобы принять участие в пробуждении последнего времени. А оно будет. Оно обязательно будет, как Юля свидетельствовала. На войне нет уже неверующих людей. Даже в тылу уже нет неверующих людей. Каждый пытается при всяких ситуациях молиться, при всех слухах и ситуациях, которые над нами пролетающих сразу Господи пронеси, помоги. Никто не кричит мамочка, помоги. Мама не защитит, только Бог может. Мы должны наполняться Божьим Духом, чтобы Бог смог могущественно употреблять каждого из нас в эти дни. Как разнообразия привести пример из кухни. Сестры меня понимают, те, кто часто варят, жарят, парят и на кухне занимаются, марфы наши. Вы прекрасно поймете меня. Ну и братья тоже, которые на кухне тоже возятся. Это уже марфа или как марфон? Марафон. Если оливковое масло старое, просто выкиньте его. Если оливковое масло старое, какой у вкус? Его горько. Ты пробуешь, оно в первых имеет запах, оно имеет горечь, и ты думаешь, что с ним делать? Как иногда ты смотришь на вершину человека, он спасенный 20 лет тому назад, и ты смотришь на него, и он как то старое оливковое масло, ты пробуешь, а оно как бы думаешь, куда его деть? Ну, чем его разбавить? И тут понимаешь, что ему нужно обновление, ему нужна свежесть, его начинаешь употреблять, и знаете, не нужно выкидывать старого масла, не нужно, его все равно можно употреблять, его можно использовать, смешивая его с новым маслом, отжимочным маслом, смешивая новыми идеями, следующими этапами нашей жизни. Мой вопрос саму себе, что значит свежее помазание? Что это значит? В чем его отличие? И вообще какая вообще, как я вообще понимаю это слово? Кроме того, что в Библии помазание и лемьи выступает как символ возведения на высшее ответственное служение, пророчество царя, первосвященника, Елей также прообраз Духа Святого. Вы согласны со мной или нет? Помазание елеем символизировало, что Дух Святой не сходил на мужчин и женщин, чтобы высвобождать их для исполнения определенного служения в их жизни. И мы его приняли вместе с Мессией Ишуа. Как это проявляется в новозаветной общине? Вообще в новозаветном промежутке времени. Давайте начнем немного с этим разбираться. И начнем с того, кто мы есть и что мы есть. Если мы есть тем, кто мы есть, если мы есть, кто мы говорим, что мы есть, тогда мы будем письмом Мессии или Спасителя, читаем мы всеми людьми. Да? Кроме того, если вы принадлежите Мессии, вы семьи Авраамова и наследники в соответствии с обещанием. Это Галатам 3, 29. Если вы принадлежите Мессии, очень важная тема. Я не буду разбираться с обещаниями, это если даст Бог, когда-нибудь мы разберемся, кому что обещано и что кому будет за то, что он что-то сделал. Хорошо? Потом это. Но вот я хочу у него сосредоточиться на других вещах. Приходя к Нему, мы с вами определились вообще, когда мы приходим к Богу, какому дому мы будем служить, где наше Отечество. Как Писание говорит, помните, я прочитал чуть выше, наше Отечество это небо, обещание, которое Бог дает. Теперь посмотрите, приходите ко мне все, кто трудится изо всех сил и несет непосильную ношу. Я читаю Матфея 11 глава 28-29 стих с еврейского перевода. И я дам вам отдых, примите на себя мое игорь и учитесь у меня, потому что я кроток и смирен сердцем, и найдете отдых своим душам. Вы скажете, а к чему это, к помазанию? Есть очень простая вещь, которая еще говорит о том, что вы перетрудились, вы реально сложны в вашей жизни, и если вам сложно в вашей жизни, ищите меня, я недалеко. И найдя меня, вы получите утешение. Возьмите на себя мое иго, то есть мою цель. Возьмите меня, да и вы найдете успокоение своим сердцем. Зачитав эти места Писания, я намеренно вас направляю к тому, что мы говорим часто. Да, Христос с тобой. Что-то случилось? Христос с тобой. Люди дорогие, Христос внутри нас. Относительно Писания. Бог захотел открыть им, как велико и для язычников, богатство, слава этой тайны, которая заключается в том, что Машия живет где? В нас. Он непосредственно возле нас. Он не оставлю тебя, не покину, но очень важная тема для нас Христос внутри нас. А если внутри, то он должен проявляться. Если он внутри, то мы становимся письмом читаемы. Мы становимся одним целым. Меси Господь открыл своему народу, каким славным богатством есть эта истина. Эта тайна истина, которая была признана для всех людей, полягает в том, что Христос живет помимо вас и является вашей надеждой на то, что вы разделите славу Божию. Он внутри нас по причине, чтобы разделить ту славу, которую Бог имеет каждому из нас и мне тоже. Если мы говорим о Мессии в нас, то и проявляется Мессия тоже через нас. Когда мы служим друг другу, посещаем, одеваем, кормим, смеемся, работаем, поем, трудимся и помогаем друг другу. Мессия внутри нас, он проявляется. он проявляется с нисхождением, с любовью. Мы открываем то, чем мы живем. Мы его руки на земле, мы его ноги, глаза, уши, мы его тело, склонившиеся, чтобы поднять тяжесть друг друга. Бремя, которое иногда не хочется поднимать, тяжело нести. и царь скажет им, и царь скажет им, какой царь? Царь вечности. Истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из моих братьев меньших, то сделали для меня. Если мы Христовы, если мы те, кто мы говорим и есть, тогда образ Мессии, который внутри нас должен и обязан проявляться. Чему зачитал такое вступление? Это уже почти 15 минут только вступление делают. Вот почему. Иван Глед Луки, 4 глава 17 по 21 стих. Ему подали свиток Торы или свиток Исайя, развернул свиток, он нашел место, где было написано. То есть на этот период Торы он открывает на том месте, где он зачитывает Исаю, Дух Господа на мне, потому что он помазал меня благовествовать добрую весть нищим. Он послал меня объявить узником освобождение, слепым прозрение, освободить сокрушенных, возвестить год благоволения Господа. Закрыв свиток, он возвратил его служителю и сел. Все в синагоге пристально смотрели на него. Это интересная тема. дальше. Он начал говорить. Сегодня, как вы слышали порочество, этот отрывок Писания исполнился. И тогда, если бы читать дальше, его захотели за это убить. Вот это исполнило. Все. Тут еще четко говорит условие помазания, которое действовало в нем и через него. Послушайте, если он конкретно говорит, почему это помазание действует через него и в нем, дух Господа Бога на мне. Это первое. Дух Господа Бога на мне. И поэтому, по этой причине, что его дух на мне, он помазал меня благовествовать. Не сидеть, не кормить, не одевать, а благовествовать. прийти сказать, у меня добрый вечер, шалом, у меня есть добрая весть вам, света завтра не будет. Это хорошая весть? Что делать? Это добрая? Нет. Он говорит, у меня есть помазание, или помазание, я не знаю, как давить точно ударение, здесь лингвисты есть? Я даже как бы ни говорил, все равно одно и то же, но сама суть, он говорит, я дух Господа Бога на мне, поэтому я помазан. Давид говорит, духа твоего что, не забирай от меня. Почему? Потому что мне нужно это помазание. Как очень часто мы думаем, что Бог отошел от нас. Как часто мы думаем в ситуации, где же Бог был, где Он есть, где это присутствие, где это прикосновение. Четко понимать дух Господа Бога на мне. Благовествовать, перевести добрую весть в переменах тех людей, которые ожидают Божьего избавления. Это помазание его по праву, избранности. Бог избрал его, поэтому помазал. Это право принадлежит всем нам, когда мы приняли Дух Святой. Аминь. Потому что об этом говорит Иоанн. Вы приняли Его помазание, и нет никому теперь нужды, чтобы кто-то вас учил. В это помазание пребывает вас, в нем приоставайтесь. То есть мы помазаны с вами от Бога, как Ишуа помазан. этот факт крещения Святым Духом мы не можем игнорировать. Это помазание, которое мы получили вместе с Ним, когда мы пришли к Богу, приняли Его в Своем Листе Спасителе и сказали будь главой моей жизни, руководи. Тогда мы говорим Дух Господа Бога на мне. Вот на мне. И я стою под этим зонтиком Его благоволения. Если я уйду от Него, то что будет происходить, то нету ни помазания, нету избавления. Тогда стоит вопрос, тогда зачем нам свежее помазание, если мы однажды приняли его, причтились в нем, мы уже благовествуем, мы уже новое творение, зачем нам свежее помазание. Помните, я говорю, есть ли разница между старым маслом и новым свежим маслом? Я хочу, чтобы мы поняли эту вещь. Начну с древности, с человека, который пережил помазание в царе в юном возрасте. Его имя Давид. И перед тем, как мы разберем, я хочу, чтобы вы услышали 91 псалом. Как он звучит? Человека, который пережил помазание. Благо есть славить Господа, петь имени Твоему. Благо есть. Что мы делаем? Хорошо, то есть благо, то есть благоволеть, нам классно, когда мы что делаем? Поем. Только часто слышно не пение, ну хотя бы так. Всевышний всевышний возвещать утром милость Твою и истину. Истину Твою в ночи на десятиструнном псалтире, заметив одно, десятиструнное псалтире, гуслях, извините, подождите, и песню на гуслях, ну псалтире, как там написано. «И ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велика, как велики дела Твои, Господи, дивно глубокие помышления Твоим. Человек несмысленный не знает и невежда не разумеет того. Если вам непонятно, спросите, ты вежда или невежда, тогда как нечестивые возникают, то есть возникают, игра слов, как трава, делающая беззаконные цветут, чтобы исчезнуть навеки. Ты, Господи, высок во веки, ибо вот враги Твои, Господи, вот враги Твои гибнут и рассыпаются все делающие беззаконие, а мой рог ты возвысишь, как рог возносишь, как рог единорога. И я, что дальше? Умощен и мог пускать я умощен елеем. Мог сказать? Но и в еврейской, будем так, Тегелим, и в тех, кто у нас есть в Бактаве Библии, там написано «Умощен свежим елеем, и око смотрит на врагов моих, и уши мои слышат о восстающих на меня злодеях». Умощен свежим елеем, и я начинаю видеть и слышать врагов моих и всех злодеев. А дальше он говорит, «Праведник сведет как пальма, возвышается подобно кедру наливания, насаждения в доме Господнем, они цветут во дворах Бога нашего, они и в старости плодовиты, сочны, свежи, чтобы возвещать, что праведен Господь, твердыня моя, и нет неправды в нем». Помните, что я говорил? Иоанн пишет, помазание, которое получили истинно, и в нем нет лжи. Здесь, в этом псалме, так же самое говорит, помазание, свеже помазание, получаем откровение, что Бог истинный, и нет в нем лжи. весь псалм является псалмом хвалы Богу за его благость. Он начинается с того, благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему. Начинается с того, что слава, благодатность и самая лучшая вещь, что ты можешь делать, это петь, славить Бога. Но дальше, в 11 стихе он говорит, я умощен свежим елеем. Посреди хвалы вдруг Давид говорит, я умощен свежим елеем. А в псалм заканчивается, как я уже сказал, именно тем, что Бог истинный и нет в нем лжи. Свеже помазание учит нас оставаться в его праведности, пребывание в Доме Божьем и на них возможно вот в этих высловиях можно положиться на Бога, проносить плод, говорить о том, что Бог праведней, но могуч, и что в Боге нет никакой лжи. И если Он что-либо сказал, Он исполнит. В этот четверг мне написала разочарованная мама из общины. Я понимаю, что трудное время и очень сложное. Она пыталась объяснить проблему сложности со здоровьем сына, подросток, который престарелой мамой, отсутствие работы, сложности воспитания детей. Она сильно попросила помочь и говорила, я даже готова написать расписку, что я обязательно отдам. Такая сложная жизнь не каждого по силам. Зная эту семью, я вообще-то благодарен Богу, что они держатся верой Бога, надежды в Боге. Но при этом в общине с этой мамой я услышал очарование и боль. Изнеможение, нет сил, страх остаться на улице в один день. Я хочу обратиться ко всем вам, если вы такой же переживаете, я скажу так, что это страх не от Бога, потому что надеющийся на Господа, что не постыдится. Бог знал, что мы каждый из нас пройдем времена, когда наши руки опускаются. Мои руки опускались. Когда Давид мне позвонил, сказал, папа, эфи нет. Наверное, вы бы не хотели бы слышать мой вопль, мою боль. Я не мог остановиться. Таня взяла трубку, пыталась с Давидом разговаривать. Бог знал, что мы будем проходить различные ситуации, что нам не хватит сил дальше бороться, отставить свои законные права уже, наверное, не в моготу. Так все это сложно, просто вой. Бог знал и знает, что мы придем к такому состоянию в нашей жизни, где нам будет очень и весьма очень сложно. И Господь точно знает, то, где мы с вами сейчас находимся духовно или физически, это недостаточно для того, чтобы достигнуть цели, которые у нас есть от Бога. Мы где-то остановились. Тому я пришел к выводу, что для любого вызова, подаваемого в нашу жизнь, для любых трудностей, которые мы преодолеваем, для нас с вами всегда есть свежее помазание для преодоления данных ситуаций, какие бы они ни были. Ведь помазание это не только сверхъестественные дела, но в первую очередь это сила Святого Духа для прохождения обстоятельств, с которыми мы сталкиваемся. Мне лично нужен Дух Святой, который даст мне силы и надежды в моем Боге. Мне не нужно, может быть, сверхъестественной данной ситуации, а уверенность в Боге, что Он рядом со мной, внутри меня, действует через меня, и что все содействует ко благу. Мне лично нужно это откровение. Это не только изгнание бесов, но покорение плоти, отдавая ее на служение Богу, а не злу. Помазание это не только говорение на языках, но украшение языка, которое возгорается, от ада. Мы можем много говорить на языках, но нам нужно приструнить тот язык, который возгорается от всякого, от всякой ситуации. Надо поговорить, рассказать, наговорить, и наговорить на тех языках, которые ты не хотел бы говорить. На очень не украинском языке. Бог дает свежепомазание, силу делать то, чего мы не могли делать раньше. Если ты не можешь победить рабство, зависимость или свой язык, у него есть всегда помазание для тебя преодолеть это. Ты должен помнить, что у него есть помазание. У него есть новое видение, обстоятельств, новые перспективы, которые ты не видел дальше, чтобы посмотреть на ту же самую ситуацию, только с другого ракурса. Увидеть. Он раскроет эту ситуацию для каждого из нас. Могу тоже сказать, что Он не довел нас еще до места в нашей жизни, которое Он хочет нас довести. Он не довел нас до такого места еще и оставил с нашей загруженностью, нашим подавленным состоянием, угнетенностью и нашими несчастьями. Он хочет, чтобы мы преодолели все это, поэтому Давид говорит, ты помазал меня свежим елеем. Это я говорю не только для вас, для себя. Я говорю сегодня это тоже на те обстоятельства, которые сложились сегодня на фронте, в парламенте, управлении нашей страной. Возможно, мы пришли к какому-то ситуации, безвыходной ситуации, но Бог нас не оставит в той ситуации, в которой мы находимся. Ни на фронте, ни в парламенте, ни в стране. У него всегда есть свежее помазание. Когда смотришь, вдруг на следующий день из этого тупика, который у нас сложился, открывается следующая дверь помазания на какие-то успехи, которые мы не ожидали до этого. Сверхъестественное вмешательство в наши обстоятельства, какие бы они ни были, дающие нам силы двигаться вперед, побеждать, изменять. Я называю это свежим помазанием. Ты вдруг начинаешь действовать по-другому. Это то, что произошло с Давидом. Давайте рассмотрим его жизнь. У меня немного времени осталось, но хочу, чтобы вы потерпели меня. Вы поймете, о чем я говорю. Когда Самуил пришел в дом отца Давида, ища замену царю, который, несмотря на свой рост, он не мог исполнить Божье предназначение. И фактически вводил Израиль в пагубное состояние. Самуил познакомился с семью братьями Давида, или же семью с сыновьями Иесея, и не нашел того, кого искал. Бывало ли у вас такое? Бог вам говорит, делать что-то, ты начинаешь делать, и ты понимаешь, не то. А ты четко понимаешь, что ты должен там быть, но не то. Ты приходишь, ищешь, что тебе Бог сказал, ты вот там оно есть, а ты пришел и нету. Что происходит в голове у пророка? Как вы думаете? Даже на секунду пускай оно будет. Я могу вам точно сказать из-за личного опыта, неужели я не расслышал, что Бог сказал. Может быть, я где-то не то слышал? Может, это просто соседи наговорили, а я думал, что это Бог? все-таки тонкие, у нас же в многоэтажках все слышно. Что делать, когда ты не получил то, что тебе Бог сказал найти? Смотрите, очень интересно, Писание говорит, ищите и найдете, стучите, отворят, просите, и вы что? Точно получите? Самуил продолжил с вопросом, а что это все твои сыновья? Как говорится, Писание, он исполняет Писание, правда? Спросите. Сначала он в ступор попал, что не нашел того, кого искал, а Бог ему сказал искать именно там, и он делает следующее, спросите, и да, она будет вам. Это что, все твои сыновья? Ну, не считая додика, то да. Эти хотя бы на царей могут быть похожи. Понимаете мою мысль? Нет? но дам посмотреть на этого безумного кобзаря. не, что вы подумали, не знаю. Кобзаря. Не Кобзона с микрофоном, а Кобзаря. Помните, я сказал, десятиструнным инструментом. увидев Давида, Самуил увидел Божьими глазами. Почти призывного возраста юноши, у которого была страсть по Богу бесстрашия, безразличия к мнению людей, внешность человека, который любил Бога больше всего на свете, потому что он пас ягнята за селом. Наводя ужас на местных Медведевых, Волков, Левтовченков, нет, не Левтовченков, Левочкиных, которые после встречи с Рыжим обходились тогда дальней дорогой. Вы знаете, что Давид был рыжий, нет? Белокурый. Где-то вы видели еврея Белокурова. Разве что после перепуганного состояния. Быстро посидел. Посмотрите, прошу, чтобы вы понимали. Вот Давид был помазан в цари. Примерно ему было 17 лет. Это до призывной возраста. Давид после этого возвращается дальше пасти овец своего отца обратно пристреливать трещу, трещу, обратно устраивать засады всякому зверю, обратно в учебку или в учебку, на тренировочный полигон с препятствиями и с мишенями. Будучи помазан в цари, он возвращается обратно туда, где он был. Помазанник. Для того, чтобы пристрелить свою трещу, чтобы иметь четкие направления. С этим помазанием Давид побеждает Голиафа. С этим помазанием он стал оруженосцем царя, будучи сам помазан царем и был слугою царя. 1 царь 16 глава 22 стих и послал Саул сказать Иесею, пусть Давид служит при мне, ибо он снискал боговоление в глазах моих. Он стал его оруженосцем, стал его слугою, будучи сам помазан в цари. Саул пытался убить Давида. Как вы думаете, за чего он пытался Давида убить? ревности. Какой ревности? Это называется еще не ревность, называется что? Завистью. Вот молодцы. Но Давид в своем помазании не смел поднять руки на того, кто был главой Израиля, хотя мог. Таким образом, где когда он мог убить Саула, он ставил или боролся с завистью Саула, то есть не делал зуб за зуб, око за око. Вы понимаете, о чем я говорю? Он ставил под сомнение вообще легитимность своего царя. Потом, 2 глава, 4 стих, и пришли мужи иуды, помазали там Давида на царство над домом чего? Иуды. Давид был помазан царей примерно в 17 лет в первый раз. Разве это недостаточно, чтобы сохранить царство или остаться царем? Все знали, что был помазан. Но только колено Иуда решает помазать Давида царем над ними, и в это время Давиду исполняется 30 лет. С 17 до 30 он находился в помазании, как мы говорим, первом, да, помазании. Это было время возрастания Давида. Бог усмотрел для Давида новые победы, вызовы в царстве и вообще одобрение всего народа. Но для этого Давид не мог оперировать в своем первом помазании. Потому что первое помазание было его в царе, и он возвратился обратно к работе со стадом. С этим вторым помазанием Давид добился многого, но это не полнота того, чего обещал ему Бог. В это время Давид не был царем над всем Израилем, а лечь над одним коленом. Наверное, подобно Давиду мы, возможно, приняли наше помазание, когда мы первый раз пришли к Ишуа Мессии. Возможно, мы крещены Духом Святым, мы делали все возможное. Как писал Иоанн, это истинное помазание не подвергается обсуждению. Это помазание учит нас действовать в нашем призвании, и это самое главное благовестие. Но это не единственное, к чему нас Бог призывает. И на каком этапе мы сегодня находимся? Можем ли делать больше к чему тому, чему Бог нас призывает, нашему призванию? Мы научились побеждать, использовать свои дары, участвовать в пробуждении, но, друзья, дорогие, это не все, что для нас приготовлено. многие пережили о том, чем я сказал, и вдруг оказались посреди всего лишь одного направления в своей жизни, бизнеса, ситуации, где мы на какое-то короткое время одержали победы, но такое чувство, что мы загнали себя в безвыходный угол рутины и обстоятельств. Бог друзья, не микроволновка быстрого приготовления, хотя для некоторых такое сравнение Бога очень даже приемлемо, а раз крестился, два перекрестился, на третий начинаешь быть помазанником, изгнанником, еще там какие-то чудотворцами и все остальное. И все же Бог формирует человека, его призвание, возлагая на него большие ответственности, углубляя его в верность его предназначения. Это как восхождение. Псалмы Давида начинается с того, это песнь чего? Восхождение. И если бы были бы вы в Израиле, особенно в Иерусалиме, от города Давида, который он позже уже стал царем, победил, он захватил его, Давид строит ступени восхождения на гору поклонения. Это нелегкий путь. Потому что в Писании говорится, мы же все открытым лицом, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ славы, в славу, как от Господня Духа. Помазание в нашей жизни всегда будет свежим, когда мы преодолеваем следующие вызовы и новые уровни ответственности. Это как шаги, которые ступеньки, слава в славу, поднимающиеся к славе от одной части к другой. Почему же мы иногда все же застреваем в нашем восхождении? Я несколько раз поднимался на Массаду со стороны именно змеиного как там называется направления как-то или ступеней. Всегда нужно ты смотришь как будто плоско все, вот ты начинаешь подниматься и в тебя не хватает уже ни сил в какой-то момент, ни ничего. Каза просто и шел, и шел и думаешь все, не могу дальше. Почему мы останавливаемся? Просто мы размышляем о будущем основываясь на сегодняшних обстоятельствах. Смотря как все сложно мы думаем дальше вообще невозможно что-то будет сделать. У Бога нет таких перспектив. У Него всегда есть завтрашний день. У Него всегда есть исход. И между прочим это книга выхода из тупика, из рабства. Выход из тупика. я не говорю чтобы мы не могли мечтать, но мечта и цели две разные вещи. На это время, которое мы с вами живем, прямо сейчас мы помазаны в это время. У нас все есть необходимое. Мы точно делаем то, что у нас есть на сердце, то, чего мы можем преодолеть. У нас есть силы, ресурсы, но для кого-то может быть хочется нового. Но хочу сказать вам, мы с вами получаем обновление каждое утро. И после сегодняшней ночи, где погибла мама с ребенком из протестантской общины, мы снова получим свежее помазание на новый день. На новые обстоятельства. И на новое преодоление трудностей, какие бы они ни были. Если мы будем открыты и понимать, что говорил Давид, свежее помазание. Я уверен в том, что когда приходит время для этого помазания, то его становится достаточно, чтобы пережить и подняться на новый уровень служения, работе, собственной жизни. Смотрите, после 20 лет от первого помазания Давид и после 7 лет после второго помазания над Иудой, Писание говорит, 2-й царств, 5-я глава, 3-й стих, и пришли все старейшины Израиля к царю Хеврон и заключили с ним, заключил с ними Давид завет в Хевроне перед Господом и помазали Давида в царя над всем Израилем. Сколько нужно помазания? 1-2-3-10. Каждый раз, когда мы ступаем на новый уровень нашей сложности, целей, у Бога есть для нас помазание. Это третье помазание Давида, и каждый раз оно было свежим, обновленным, или как бы вы его не называли, но оно было другим, высвобождающей силы, умения, откровения и уверенность для служения Божьей славе. Это помазание у него получилось сформировать служение Богу. Если вы поймете, о чем я говорю, когда он только достиг этого Божьего предназначения, в том помазании, он смог сформировать тот образ поклонения Богу, которому мы следуем сегодня. хвала и поклонения, чтение Слова Божьего, наставления, Давида достиг этого путем прохождения многих перемен. Это третье помазание привело Давида к предназначению и скажу не без проблем. Подъемы, падения, как у каждого из нас. Но это свежее помазание высвобождало величайшая ответственность за решение, которое Давид делал. Все что я хочу сказать, что каждый раз, когда вам нужно подняться над обстоятельствами, иметь мудрость, понимание куда двигаться, служение, решение или боговоление в ситуации, в которой вы находились, скажу одну простую вещь. Бог будет там возле вас со свежим помазанием, чтобы вы могли достичь той цели, которую Бог поставил перед вами. И все вы скажете, что же нам необходимо? В чем секрет, чтобы получить это помазание? Царь Давид пишет, праведник, что уже делать? Как пальма расцветет, как кедр наливания возвысится, он праведник, насаждение в доме Господнем, во дворах Бога нашего расцветут они. И еще, в старости расти будут, станут тучными и сочными, чтобы возвещать, что праведен Господь, крепость моя, и нет днем несправедливости. Вроде бы очень просто, но сложно. Давид и апостолы вдохновляют нас быть частью народа Божьего, частью общины верующих людей, где мы преодолеваем наши глухие тупики через помазание, которое действует в общине, для общества, служение людям в теле Мессии, боговестие, миру, доброй вести, пережить крещение Духом Святым, исполняться им каждый день, непрестанно молиться, бы такова воля Божия о всех нас, устраивать страстное поклонение Богу через словословие и пение Ему. Чем начинается 91-й Псалом? Я заканчиваю. Псалом. Песнь на день субботний, на сегодняшний день. Благо петь. Благо есть славить Господа и петь имени Твоему Всевышнему. Возвещать утром милость Твою и истину Твою в ночи. На десятиструнном псалтери и песню на гуслях. Ибо Ты возвеселил меня, Господи, творением Твоим. Я восхищаюсь делами рук Твоих, как велики дела Твои, Господи, дивно глубоки помышления Твои. Редактор субтитров Корректор А.Егорова